Эффективные приемы и адреналин. Мастер-класс чемпиона Сурдлимпийских игр по вольной борьбе и обладателя титула бойцовской лиги ACB Аскара Аскарова прошел в Хасавюрте. На семинаре побывала наша съемочная группа. Курбан Рагимов подробнее. Мастер-класс Аскара Аскарова собрал любителей единоборств со всего Хасавюрта. Компактный зал спорткомплекса имени Гамида Гамидова вместил всех желающих. Здесь собрались представители различных школ, стилей и направлений, дети и взрослые. Семинар также посетило руководство и ведущие бойцы клуба Fighting Eagle, сотрудники духовенства. Компактный зал спорткомплекса имени Гамида Гамидова в Хасавюрте. Настя-класс, генерал-класс. Компактный зал спорткомплекса имени Гамидова. После короткой разминки чемпион делился своим опытом, показывал приемы и комбинации. Оскаров демонстрировал все, что помогает ему добиваться высоких результатов на спортивной арене. Дети с интересом наблюдали за исполнением технических приемов и с энтузиазмом их повторяли. Подобные семинары – отличный способ популяризации спорта, уверены организаторы. Оскар Оскаров является ярким примером того, что благодаря упорству и старанию можно добиться вершин в спорте. После того, как он выиграл первый раз пояс, он сразу на следующий день на тренировку такой трудолюбивый парень. И вот второй раз, когда защитил свой пояс, мы решили провести мастер-класс один день выбрать. И вот сегодня наконец-то мы собрались. Думаю, что всем детям это на пользу пойдет. Хасауртовский клуб Fighting Eagle открылся в 2012 году. Его бойцы выступают в ведущих российских лигах, завоевывая чемпионские титулы. Обладателем пояса промоушена ACB Оскар Оскаров стал в октябре прошлого года, победив удушающим приемом бразильца Жозе Мария Тома. Кроме того, Оскар – триумфатор различных турниров и в других видах спорта. Летом он победил на Сурдолимпиаде по вольной борьбе. Эти соревнования среди лиц с нарушением слуха проходили в Турции. Его мотивирует именно то, что у него есть ограниченные возможности. Потому что в детстве он всегда говорил, как бы чуть-чуть было по-другому внимание, как бы он слабый, как бы он не слышащий. Такие моменты были. Не в смысле того, что его отделяли или что-то, но как бы больше с уважением, больше с жалостью к нему относились. И это его наоборот смотивировало, чтобы доказать, что он сильный. Он очень много трудится, тренируется после тренировки, остается за счет выносливости. Но выносливость. Наверное, Всевышний одно забрал, другое дал. У него, как ни у кого, хорошая выносливость. Новые серии, новые приемы, эффективные броски, применяемые в боях. Юные фанаты спорта пришли понаблюдать за тренировкой чемпиона и послушать жизненные советы его партнеров по команде. Атмосфера праздника, радости и позитива. Программа, помимо мастер-класса, включает общение с бойцами и спортивную викторину. Наиболее удачливые получают именные футболки от Аскара. За каждым движением чемпиона ребята следили с восторгом и теперь будут пытаться повторить изученные элементы на соревнованиях. Сегодня из приемов, который покатал Аскара, я сейчас сделаю твистер. Мастер-класс, как видите, ребятам очень понравилось. Все принимают активное участие. Это, можно сказать, наши первые такие мероприятия данного характера. Это мотивация, в первую очередь, для подрастающего поколения, для молодежи, введение элементарно здорового образа жизни, так и занятия спорта и стремление к достижению больших высот. Подобные мастер-классы с участием именитых бойцов, но в более масштабном расширенном формате организаторы планируют проводить регулярно.